Всем привет! У нас немножко такая сейчас болтовня будет о нашем женском. Я хочу поговорить о таком адаптации здесь, кто переезжает за границу. Я буду говорить сейчас из-за Стамбула. И в последнее время получилось так, в «Аллию судьбы» я знакомилась с какими-то новыми людьми русскоговорящими. Я скажу себе, что в моей адаптации за последнее время у меня нет такого, чтобы я сторонилась наших. Такое здесь есть неприятное, когда новенькие приезжают. Я об этом рассказывала в видео. Сталенькие не хотят их принимать, тут здесь давно пожил. Я объясняла, что, зачем, почему. Так, Псина, нельзя туда шариться, пожалуйста. И я, в общем, знакомилась с новыми девчонками. У меня нет такого страницы наших, новеньких или еще что-то. Я считаю, вообще, всем это надо давать как бы шанс для общения. И, короче говоря, очень чувствуется, и мы с подружкой недавно потом разговаривали, очень чувствуется, когда человек только приехал. Либо ты даже уже, когда здесь поживешь, ты уже чувствуешь, так, это здесь один год живет, это два, и тут уже лет пять-десять. То есть вот это ощущение себя, вот эти стадии адаптации очень сильно ощущаются в общении с человеком. И по себе просто хочу рассказать, да, как я чувствую, когда я вижу, что наши девчонки, которые только, например, только приехали. Я не говорю, что так все себя ведут. Есть скромные люди, есть более там раскрепощенные, еще какие-то. Но очень часто, неважно, как девочка выглядит, очень ухоженная, или она, наоборот, за собой не следит, или она очень скромная, как-то одетая, да, либо это какой-то вообще запуганный взгляд. Это очень редко бывает, когда там на всех смотрят. Ну, иностранец его сразу видно, когда только переехал. А вторая стадия, когда здесь немножко пожили, оперили девчонки, ну, они еще, это первое, одежда, да, не такая, как здесь, в чем-то более откровенная или очень яркая. Я про девочку, например, из России говорю, из нашей страны, СНГ. Это очень в глаза бросается. Макияж не в плане, там, не надо краситься. Здесь и турчанки краситься, я про это рассказываю, нет. Это очень вылизанный образ, очень нарочито, очень... Я за собой ухаживала. Я смотрю, сколько в себя вложил. Вот это вот чувствуется. У нашей, в нашей среде это нормально. У нас это определенные условия жизни. А здесь отношение к этому и ощущение себя, вот я себе сейчас расскажу, это немножко другое. И когда ты себя перестраиваешься на местный лад и чувствуешь по-другому, человека, кто, так как ты раньше себя вел или чувствовал, видишь сразу издалека и считываешь очень сильно, без слов. Девчонки такие очень, там, нарощенные волосы, там, хорошо как-то супер, там, идеально, в общем, вылизанный образ, да, покрашены эти волосы. Макияж, вот такие, например, губы, яркий макияж, с уголочки там одежды, да, как я всегда прикалываюсь в России, там, я на мусорку не накрашенная не выйду, вот типа такое. Это сразу видно. Это очень из общей массы турок, это очень выделяется, потому что здесь это все попроще. Не то, что здесь за собой не ухаживают, опять же, есть ухоженные, дорогодетые, накрашенные, приятно пахнущие дорогим парфюмом женщины, говорю про Стамбул, там, про место, где я живу, но именно вот это ощущение женщины, нашей девушки, да, то, что она как будто себя расслабленная, пофигистка как-то, свободно себя чувствует, не потому что она здесь всю жизнь живет, да, у нее отношения, вот этот вайб, как сейчас модно говорит, вот это ощущение себя, это настроение, оно здесь по-другому чувствуется. Когда живешь с годами, ты это настроение перенимаешь, и научишься себя чувствовать точно так же. А наши девчонки, когда недавно приехали, то они все на макияже, но очень хорошо выглядящие, это никакой не минус, они сидят вот так, скакт обо мне подумать, что я вот такая, либо очень быстро выглядит со стороны, я понимаю, ты определенные страхи девочками, да, движут, некомфортно еще, адаптация, все другое, непонятно, как тебя там воспримут люди окружающие, считают, это все, мне некомфортно, это когда-то стресс переезда, там, скучание по своему родственникам и семье. Но такие девочки, когда сидят вот так вот очень, прямой осанкой вот так, это очень чувствуется, и есть такая категория девчонок, которая очень высокомерная, это считывается как высокомерие, но я такая офигенная, смотрите, какая я ухоженная, какая я красивая, он выбрал меня, а не вас, потому что я иностранка. Многие мужчины в период там ухаживания заливают в уши своим дамам о том, что она самая лучшая, турчанки страшные, меркантильные, уродливые, и вообще такие все плохие, а ты иностранка, славянка, и тебя всю жизнь искал, и ты вообще просто красавица. И, короче, с такой короной на башке, да? А когда приезжают, если в нормальном месте где-то живут, и ухоженных женщин местных видят, они понимают, что, собственно, это все не так, как он рассказывал. Нормальные здесь бабы, короче говоря, да? И вот это, короче, очень чувствуется. Это сразу видно, когда человек только приехал, вот эти ощущения, я королева, я лучше всех вас здесь местных, и все вылизанный такой идеальный образ. Это прям, ну, вообще, гадалки не ходить, сразу так, это год-полтора, когда только переехали, или вообще первое только время. Когда ты здесь живешь, про себя ощущение, скажу, что у меня ощущение вот этого вайба местного уже. Не то, что мне пофиг, как я выгляжу, я накрашусь, я нормально, как видите, за собой слежу, ухаживаю, пользуюсь услугами бьюти-красоты и все такое, бьюти-индустрии. Но у меня нет желания перед кем-то как-то выглядеть. Я пойду на мусорку не накрашенная, или там, я не знаю, другое у меня отношение просто к этому стало, это ощущение себя. И вот я как-то недавно видела такую девочку в реставре, которая вот так вот сидела, я самая клевая, офигенная, вот это вот вот так вот. Смотрите, все смотрят на меня, потому что я такая крутая. А я иду, знаете, с хвостиком, без макияжа, естественно, в спортивном костюме, я шла в спортклуб, я зашла в водички, в магазин купить имя, в ресторан проходила, я ее сразу увидела, потому что сразу пятно такое в глаза, которое бросается на общем фоне. И меня так, знаете, я себя осознала, просто почувствовала, что я другая стала отношению к этому. Возможно, вначале такая и была, я просто не могу себя со стороны и не помню уже, и не анализировала, этим вопросом не задавалась когда-то. Я сейчас шла, я такая подумала, блин, как мне кайфово. Я без вот этого, как на меня посмотрят, как я села, я такая клевая. Вот этого всего мне проще. Я села, мне кайфово, я поняла, что я как местная теперь себя бабу веду. Развалилась, мне неудобно, мне хорошо, я нормально, приятно выгляжу, да, я не высокомерна, я не держу там людей прямо на дистанции. Со мной поговорят, поздороваются, мол, толку, окей, без проблем, пообщаемся, то есть отношение себя, ощущение в этой стране у меня стало совсем другое. И мне очень нравится. Это свободное внутри ощущение себя, не скованное. Но когда я приезжала на родину, и я себя чувствую, что, так, кто-то тут у нас лезет, кто тут лезет, а? Псина, сиди, шатает вас. У меня было ощущение сначала вот этого раскрепощения, как с которым я приехала, и за две недели оно у меня пооблетело очень быстро, потому что есть какие-то недовольные люди с хмурыми лицами, или ты когда улыбаешься, что ты улыбаешься, ты дурак, что ли? Короче, я поняла, что это зависит от страны, от людей, которые тебя окружают, и мне здесь это очень нравится, вот это именно перемена себя, ощущения. И вот когда девчонки переезжают, только это очень чувствуется. А те, кто живут здесь давно, у них этого нет. Они более-менее на расслабоне. Но есть еще категория старичков, стареньких, у девчонок, кто здесь живет, пишите так это или нет. Мне это не нравится. Я это не то, что не приемлю, это выбор каждого, но мне как человеку, я с такими просто не общаюсь, вот так скажу, мне не нравится, я делаю выводы, я с людьми такими не общаюсь. Они становятся иногда с новыми, не дают шанс для нового общения с новыми прибывшими, девчонками и закрываются очень сильно. Я знаю, что это страх новых контактов, у них своя семейка образовалась, какой-то мирок маленький и очень часто большинство за границей это обжигание в какой-то постройке дружбы со своими соотечественниками и всем прочим. Но я считаю, что, знаете, когда ты собой доволен, своей жизнью, ты счастлив, у тебя комфортно внутри, ты в балансе с собой находишься, тебе наплевать, ну, поругаешься ты с кем-то. У меня тоже жизнь разводит с какими-то русскоговорящими здесь людьми, знакомыми, и бывают разочарования, бывают с людьми и все прочее. Ну, было и было. Да наплевать вообще, честно. Было и прошло, я забыла, и я даже благодарна тому, что пусть этот человек себя сейчас так проявит, чем с ним еще дольше буду общаться, раскрываться и что-то там потом еще больше страшное, что-то неприятное произойдет, какая-то подстава или еще что-то. В общем, это вся болтовня к тому, что, девочки, будете проще. Не бойтесь общаться с новыми людьми, с местными либо с теми, кто из ваших стран приезжает сюда. Вам поздоровались, улыбнулись, и вы также в ответ, от вас ничего не умудет, а позитивы, вот эти улыбки получите больше, вам будет приятно, чем вы будете с мурой рожейте кирпичом и с вот такими там бровями съехавшими. У нас просто в СИТ появилась девчонка новенькая, я ее по лицу сразу узнала, знаешь, даже по лицу, по форме лица сразу это видно, своих чувствуешь, ощущение вот это другое, человек себя по-другому чувствует. Я видела девчонку, она черненькая, но сразу понял, что она из наших, я издалека без очков вообще ни черта не вижу, но все равно почувствовала, что это наш человек. Я шла, я просто там улыбнулась, я не здоровалась даже, как бы я же не знаю, как там она, да, отреагирует. У нас в водовре, в принципе, с соседями там, в принципе, принято общаться, и арабы, кстати, тоже общительные. Ну, конечно, нормальная дружеская атмосфера. И девчонка вот так вот сидела, типа, она сначала там прям ни с кем не контактировать, глаза там в пол, или очень агрессивно как-то, на это страхи, естественно. И когда я улыбнулась, у нее такое было, типа, что она мне улыбается, что он от меня хочет, или сейчас она подойдет со мной разговаривать будет. Я здесь не подходила, не разговаривала. Но, короче, проявляйте какую-то инициативу, просто человеку, это будет приятно, когда новенький кто-то переезжает, если вы ему окажете какое-то маленькое внимание, просто поздоровайтесь, спросите, откуда вы, как ваше дело, это просто будет приятно. Вот все. Не больше, не меньше. Больше, скажем так, и не требуется от вас. Вашу копилочку, вашей кармы прибудет. И все. Делайте это для себя. Просто когда-то вы можете оказаться куда-то еще раз переезжать в такой атмосфере, что все новое, и вас никто не поддержит. А сделав хорошее дело, может быть и к вам оно когда-то вернется. Вот и все. И, кстати, кто не переезжал в Турцию, а кто у себя на родине живет, тоже вам советую больше улыбаться, быть больше позитивными, добрыми, помогать людям, которым нужна помощь родным с вами, и тем же бабушкам и дедушкам. В этот период сейчас такой тяжелый, экономический, и вообще со здоровьем все это связано. Помогайте своим ближним. Вот и все. Спасибо за ваше внимание, за ваши комментарии на эту тему. Может, у вас есть какие-то истории интересные, пишите. Почитаем в комментариях, я вам отвечу. Спасибо за внимание, всем пока.